С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всеми господвижными. Воистину, Кур'ан — это слово Всевышнего Аллаха, которое он послал на ясном арабском языке через ангела Джабрииля, мир ему, своему последнему посланнику Мухаммаду, чтобы вывести людей из брака и заблуждения к свету истине. Коран — это чудо, которое будет оставаться таковым вплоть до судного дня и обязанность оберегать, которое взял на себя сам Аллах, сказавший, воистину мы не послали напоминание, и мы оберегаем его. Сура Аль-Фиджир, аят 9. Есть различные определенные Корана. Все определения, вроде бы, обычно это что такое, когда мы коротко хотим что-то описать. Но в Коране есть таких много аспектов разносторонних, и по-разному каждый, так скажем, ученый, который давал определение Корана, он мог упоминать какие-то аспекты, которые наиболее, возможно, его затрагивало, его душу. Но иногда это настолько много, что просто не можно ограничиваться, и можно говорить, 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 и сказать, что вот, и это определение Корана, и это сюда важно сказать. Боясь что-то упустить, связанное непосредственно с тем, что это на арабском языке, и способ передачи указано, то есть через ангела Джибрииля, и указание очень важное, что последнему пророку, последнему посланнику Мухаммаду, саламулаху, али ассаляму, то есть таким образом, как бы исключили другие послания, потому что, как мы знаем, ангел Джибрик, он был, есть ангелом, который нам известен, как ангел, через которого передавались какие-то откровения пророкам, не только пророку Мухаммаду, салямулаху, али ассаляму, но и другим пророкам, али ассаляму, продолжение в этом определении, что неспосланное последнему посланнику, как бы исключают предыдущие все, чтобы вывести людей из мрака заблуждений к свету истину, в принципе, это миссия всех пророков донести до людей истину. Здесь упоминается одно из чудес на самом деле, потому что Куран в своей многоградности во многих аспектах, в данном случае упоминается именно как бы обещание Аллаху Субхану Ата'аля, который сам на себя взял, возложил такую обязанность оберегать. Почему мы это можем утверждать? Потому что сам Аллах Субхану Ата'аля сказал в Куране это, то есть это не то, что это выдумка, это в Куране. И здесь указано на это, это один из аспектов чуда, такого как Куран. Всевышний Аллах сделал поклонением не только следованию учениям Курана, но также и само его чтение. И это опять же продолжение, то, что я вам говорю. То есть здесь отдельно это разделили на отдельные предложения. Это всё, когда, например, в Таджвиде мы учим, это всё как бы более компактное в одном предложении. Здесь оно вот так. Это нормально, то, что я вам сказала, это с определением по-разному, как бывает в разных каких-то источниках. Всевышний Аллах сказал или сделал поклонение. Есть многочисленные поклонения, которые узаконены. То есть мы говорим про узаконенные поклонения, потому что, можно так сказать, есть такие, которые люди поклоняются, но они не узаконены шариатом. Соответственно, мы их в принципе не рассматриваем. Но даже из тех узаконенных поклонений, которые Аллах нам предписал, чтение Курана имеет особое место. Чтение Курана имеет особое место. И сама книга «Великие достоинства Курана», само название даже, говорит о достоинствах. Соответственно, из-за этого мы можем понять, насколько важно место Курана в жизни каждого мусульманина. Ведь за чтение и изучение и заучивание Курана Аллах уготовил величайший из видов наград, о чем сообщил в многочисленных хадисах, хадисах посланник Аллаха, салям Аллаху алейхи ассалям. То есть чтение, изучение, заучивание есть долили, указывающие на то, что эти виды поклонения, потому что на самом деле это и есть поклонение, так как за это будет награда. И если есть на это долиль, то есть мы можем уже уверенно утверждать, что это является достойным, то есть есть за это награда. В данной книге с дозволения Всевышнего речь пойдет о великих достоинствах последнего слова Господа Миров в Куране, некоторых законоположениях и этикетах, связанных с ним, чтобы она стала причиной для побуждения мусульман к чтению, изучению и исследованию Курана. То есть, в принципе, про это я уже говорила ранее. То есть здесь, по сути, вот это достоинство Курана на стыке некоторых наук одновременно, здесь и адаб включается, то есть насколько это достойно и как это проявление определенного этикета к Курану, к чтению. То есть это все вместе приходит. Есть определенные побуждения здесь, то есть такое побуждение к благому, к заучиванию, к следованию, к пониманию, соответственно. Потому что если мы говорим про следование Курану, то есть если мы что-то не понимаем, то это просто слепое исследование. Мы говорим про следование через понимание. То есть когда, ну, да, какой-то, может, на первых порах человек по незнанию, токлит происходит, да, то есть следование, ну, так скажем, слепое, но как бы призыв к тому, чтобы это было осознанно. В составлении данной книги использовались известные трупы ранних имамов. И здесь указаны некоторые из них, посвященные достоинству, законоположению, этикету Курана, как, например, книга Ну и другие, да, то есть самые такие вот известные книги, которые, ну, возможно, какой-то из них уже слышали. Также по милости Аллаха в данной работе приводятся исключительно те хадисы, достоверности которых высказывались известные имамы, ученые науки хадисоведа, да. Здесь это важный, кстати, момент. Ну, когда мы дойдем до сур, да, там будут у нас определенные достоинства, достоинства там разных сур, но Курана тоже это разбираем так коротко, да, о том, что очень много, кстати, есть недостоверных хадисов, которые ходят, так скажем, в народе как раз из темы о достоинствах Курана, о там призыве к чтению и тому подобное. Здесь как бы два аспекта есть, что, во-первых, призыв к чтению Курана, в общем-то, это дело, так скажем, благородное, да. Но второй аспект, что, ну, есть много хадисов недостоверных. В каком плане? Что, например, есть указание на какой-то, ну, награду, например, которая же не конкретно есть, но за какую-то конкретную, да, не всегда, например, не знаю, там, Суру Аль Минун, и за это вам будет там пять деревьев в раю посажено. С одной стороны призывает, а вот меня уже как бы человек настраивает на то, что он уже в раю, да, и тут еще и деревья, тут расширяет себе территорию. Вроде как призыв, ну, хороший, да, так, ну, если не брать во внимание то, что, если такого хадиса нету, он недостоверен, то это выходит, что, что это, как бы, клевета и ложь на пророка Сан-Аллаху Леви Сан-Аллаху, во-первых, да, и, в принципе, на книгу Аллаха Сан-Аллаху, то есть получается возведение лжи, что является, ну, большим грехом, да, и через грех призывать к благому это неправильно, да, то есть как-то, мягко говоря, часто там хадисы на интернете, ходят с призывом, да, то нужно с осторожностью, ну, как правило, есть таких уже известных, достоверных много, да, но нужно быть, как бы, с осторожностью именно в этих темах, потому что могут быть какие-то, ну, много недостоверных хадисов. Это не значит, что мы не можем использовать иногда слабые, да, то есть в некоторых вопросах это если разрешено, значит, это, ну, это не потому, что незнание или вот как вот так небрежность какая-то, да, значит, не так здесь принципиально важно, но есть хадисы, которые прям подтверждены их ложность, да, их недостоверность, конечно же, таких хадисов брать, это вообще неприемлемо, мы его вообще отвергаем и не берем во внимание. Прошу Всевышнего Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он благословил этот труд и сделал его полезным для каждого, кто его прочтет, а также причина любви его Корану. Аминь. Да, аминь. И еще один труд, так скажем, который взрастет еще любовь к каждой из нас, к книге Аллаха Субханата Аля, да, и, соответственно, через это и к Аллаху Субханата Аля, да, к Его Редине, к Пророку, да, и все, что приблизит нас, и ко всему, что приблизит нас к Раю, иншаллах. Редактор субтитров А.Семкин